Добрый день, уважаемые студенты! Я преподаватель кафедры русского языка и литературы, Матершова Анна Игоревна. Вашему вниманию представляется лекция по методике преподавания литературы. Тема лекции – развитие методики преподавания литературы до конца XIX века. Лекция имеет следующий план. Преподавание словесности в I-III-XIX века. Практика преподавания Мерзлякова. Первые учебники по русской литературе. Преподавание словесности в 40-е и 50-е годы. Деятельность Буслаева и Галахова. Методическая работа в 60-е и 80-е годы. Преподавание словесности в I-III-XIX века. Начало XIX века отмечено рядом преобразований в деле народного просвещения. Учреждается Министерство народного просвещения. Выходит устав учебных заведений. Открываются гимназии в Петербурге, Москве и Твери. Перед гимназиями ставятся две основные цели. Подготовка учащихся к университету и преподавание основ наук, необходимых для боговоспитанного человека. В учебных планах гимназии и словесных наук присутствует только риторика. В учебном плане Петербургской гимназии, разработанном Уваровым, впервые появляется русская словесность как отдельный учебный предмет. В 20-е годы разрабатывается новый устав и единый для всей гимназии учебный план, в котором значительно расширено преподавание языков. Курс российской словесности в 1832 году в 1-4 классах включает в себя сведения из грамматики и этимологии, устные и письменные упражнения в грамматическом разборе и правописании, синтаксисе и стихосложении, упражнения в слоге. Курс российской словесности в 5-7 классах включает в себя начало логики и риторики, упражнения в логическом и риторическом разборе, переводы с иностранных языков на русский, поэтику с чтением и кратким разбором образцов и также краткую историю российской словесности. Заслуживающими внимания и изучения признаются произведения Михаила Васильевича Ломоносова, Державина Гавриила Романовича, Богдановича, а также Ивана Ивановича Химницера. Однако допускается знакомство и с произведениями современных стихотворцев. Деятельность Алексея Федоровича Мерзлякова Алексей Федорович Мерзляков – поэт, литературный критик, философ, профессор российской словесности в Московском университете. Его публичные лекции были посвящены анализу классической и новейшей литературы. Он скептически относился к авторитетам русского классицизма XVIII века, однако искал в поэзии выражения гражданской позиции и героизма, восхвалял античность и древнерусскую литературу. Учебники Мерзлякова по риторике и поэте. Краткая риторика или правила, относящиеся ко всем родам сочинений произоических, адресована воспитанникам университетского пансиона. Автор исключает из своей риторики общие места, хрии, силогизмы, категорично высказывается против засилия правил тиранской методики толкований в риторике и советует учащимся больше читать, придерживается исторического подхода к описываемым явлениям. Во введении помещен небольшой очерк истории красноречия от античности до начала XIX века. В главах, посвященных основным родам прозаических сочинений, письма, диалоги, учебные сочинения, история, речь, указываются лучшие писатели в каждом роде. Краткое начертание теории изящной словесности. В каждом разделе представлены небольшие исторические очерки и указаны наиболее характерные примеры. Выдвигается эстетический критерий вкуса в оценке произведений. В практике преподавания Мерзлякова в центре внимания находится текст литературного произведения, его выразительное чтение и критический разбор. Первые учебники по словесности. Избранные места из русских сочинений и переводов в прозе, составленный гречен. Произведения лучших российских авторов для чтения и разборов, а также второстепенные авторы для сравнения с образцами. Книга эта предназначает для изучения истории русского языка и литературы, хотя составитель преследует и нравоучительную цель. Опыт краткой истории русской литературы. Содержит обширный фактический материал, сведения русской истории, культуры, просвещения, журналистики, театра, краткие биографические сведения и обзоры творчества наиболее крупных русских писателей. Руководство к познанию историю литературы. Содержит сведения из эстетики, обзор всемирной литературы и очерк истории отечественной словесности. Преподавание словесности в 40-50-е годы. В 40-50-х годах заметно возрастает интерес к проблемам дидактики и методики. Появляются новые методические руководства и учебные пособия. Пропагандившаяся идея бифуркации реализуется в новом учебном плане, который становится обязательным для всех гимназий, делившихся на три основные типа. Классические или филологические, реальные и смешанные. Одновременно с появлением нового учебного плана публикуется наставление преподавателям русского языка и словесности, подготовленное Срезневским. Перед учителем и словесниками ставится задача научить каждого воспитанника говорить правильно и с изяществом. Поэтому рекомендуется начинать практические упражнения и разборы с первого класса. А в старших классах рекомендуется писать сочинения на заданные темы. Изучение словесности рекомендуется проводить в трех аспектах – теоретическом, историческом и практическом. С целью развития интереса к чтению, а также развития речи, учащимся рекомендуют и литературные беседы. Рекомендовалось изучать новую русскую литературу – религиозного, дидактического и исторического характера. Практическая направленность преподавания находит отражение в программе русского языка и словесности и конспекте русского языка и словесности, составленных Галаховым и Буслаевым для военных учебных заведений. Программа, вошедшая в историю методики как Галаховско-Буслаевская, является уникальным трудом, объединившим двух известных ученых. Младшие классы. Содержание обучения. Изучение грамматики и этимологии, теории слога и теории прозаических произведений, чтение и разбор образцовых сочинений. Практические упражнения должны предварять теоретические обобщения. Имена и произведения при этом не называются, однако делается замечание о том, что авторы должны быть хорошо известны. В старших классах. Изучаются теории поэзии и истории русской литературы. Указываются основные имена и произведения, рекомендуемые для чтения и разбора. Курс русской истории и литературы включает в себя подробнейший обзор от отечественной словесности, древнейших ее памятников до Гоголя. Деятельность Федора Ивановича Буслаева. Федор Иванович Буслаев – известный русский ученый-философ, фольклорист, профессор Московского университета. Он начинал педагогическую деятельность с преподавания словесности в московских гимназиях. Буслаев является автором первого специального методического руководства, двухкутовного труда о преподавании отечественного языка. Дранный труд был высоко оценен критиками и сыграл важную роль в становлении методики преподавания литературы. В книге Буслаева, развивавшего идеи немецкого филолога Якоба Гримма, изложена система взглядов на преподавание русского языка и литературы, в центре которой язык художественного произведения. Видя в языке первооснову духовного развития, Буслаев считает отечественный язык основой развития каждой отдельной личности. В центре методической системы Буслаева находится чтение классического литературного произведения, с которым должен происходить грамматический и стилистический разбор. Методика работы в письмом. В младших классах используются такие приемы работы, как переводы и переложения, а в старших классах используются такие приемы работы, как сочинения, изложения и рефераты. Деятельность Алексея Дмитриевича Галахова. Алексей Дмитриевич Галахов – историк литературы и критик. Преподавал русскую словесность в средних учебных заведениях и Петербургской историко-филологическом институте. Был сотрудником в отечественных записках «Современники», «Вестники Европы» и других литературных журналах. Он внес несомненный вклад в развитие отечественной методики преподавания словесности. Галаховым подготовлен целый ряд оригинальных учебников и хрестоматий, по которым знакомилось с русской литературой не одно поколение гимназистов. На эти учебники ссылались, опыт Галахова учитывали все авторы учебных и методических пособий, выходивших во второй половине XIX и начале XX века. Полная русская хрестоматия. Первый том содержит различные типы прозаических произведений. Описание, повествование, рассуждения и ораторские речи. В качестве образцов приводятся фрагменты из статей Гоголя, Буслаева, Белинского, Анненкова. Второй том хрестоматии содержит произведения и фрагменты из произведений трех родов литературы. Эпоса, лирики и драмы. Приведенные образцы иллюстрируют историю отдельных жанров и форм от античности до середины XIX века. При определении цели обучения словесности Галахов предельно краток. Цель изучения словесности – непосредственное и сознательное знакомство с важнейшими произведениями словесности отечественной и иностранной. Средствами для достижения основной цели изучения словесности должны стать по Галахову чтение, самодеятельное усвоение читаемого и сверх того устные и письменные упражнения. Методические искания в 60-80-х годах. Заметное оживление в педагогике, наметившееся уже в конце 50-х годов, характеризует и начало 60-х, ставших временем реформ, в том числе и в народном образовании. Педагогическое направление приобретает журнал Министерства народного просвещения, редактируем в 1861-1862 Ушинске. В учебных планах находят отражение точки зрения Пирогова, бывшего сторонником классического образования и полагавшего, что реальная гимназия также должна давать хорошую общеобразовательную подготовку. Инструкции только в общих чертах был намечен объем учебных предметов. Деятельность Таюнина. Владимир Яковлевич Таюнин был одним из наиболее известных педагогов-словесников в 60-80-е годы. Он является автором нескольких статей учебника «Высший курс грамматики и хрестоматии. Русская лирическая поэзия для девиц». Одной из главных задач школьного преподавания литературы он считает воспитание человека и гражданина. В его работах последовательно проводятся идеи патриотического и нравственного воспитания средствами литературы, особенно сильно воздействующих на эстетические чувства учащихся. Основные положения методической системы Таюнина изложены в его книге о преподавании русской литературы. Автор уделяет внимание принципу активного сознательного освоения литературы учащимися. Ставя в центр урока чтение и разбор произведения, он считает основным методом работы аналитическую беседу. Начинать разборы методист рекомендует с произведений близких к современности, более доступных к восприятию учащихся, исключая при этом сатиру. Главное внимание при анализе должно быть обращено на общечеловеческие ценности в произведении. Деятельность Острогорского Виктор Петрович Острогорский преподавал словенность в петербургских гимназиях, занимался драматургией и литературной критикой. В 60-е и 80-е годы редактировал журнал «Детское чтение. Дело воспитания и обучения». Он выпустил ряд учебных и методических пособий, в которых основательно разработаны такие проблемы методики преподавания литературы, как изучение биографии писателя, выразительное чтение, внеклассная работа и внеклассное чтение. Основные методические идеи Острогорского изложены в его беседах о преподавании словесности. Важное место в методической системе Острогорского отводится внеклассному чтению. В младших классах он рекомендует для внеклассного чтения «Мифы народов мира», средневековую литературу, произведения современных писателей, а в старших классах – произведения новейшей отечественной и иностранной литературы, статьи литературных критиков. Деятельность Поливанова. Лев Иванович Поливанов был педагогом, литературоведом, директором одной из самых известных в Москве частных гимназий, открытой им в 1868 году. В Поливановской гимназии царил культ литературы и искусства, действовал шекспировский кружок, составленный в основном из бывших ее воспитанников. Поливанову принадлежит несколько историко-литературных работ, а также комментарий к пятитомному собранию сочинений Пушкина. В основе методики анализа текста у Поливанова лежит изучение композиции, плана произведения и анализ его языковых особенностей. Он предпочитает разборы небольших произведений или цельных фрагментов, связывая изучение содержания произведения с его грамматическим строем. В XIX веке русская словесность появляется в учебных планах как отдельный предмет. Литература рассматривается как с филологической, так и с воспитательной точки зрения. Важный вклад в методику преподавания как науку вносят Пуслаев и Галахов. В 60-е и 80-е годы формируются академические направления, последователи которого рассматривали методику работы с текстом с филологической точки зрения, а также воспитательные направления, приверженцы которого рассматривали литературу как средство духовного воспитания личности. Вашему вниманию предлагается список литературы.